здравствуйте дорогие рукодельницы мои любимые подписчики и гости канала я вырезала квадратик из ткани 48 на 48 сантиметров и он у меня не один у меня еще вот такой вот нарядный новогодний очень красивая ткань я буду делать наволочку на подушечку думочку такую вот более новогоднюю потому что здесь у меня новогодний такой принт для того чтобы сделать то что я задумала я посередине квадрата своего вот расчерчиваю чтобы найти где середина я рисую маркером который смывается водой потому что я все равно в конце буду стирать все свое изделие потому что я задумала потрепанный квилт потрепыш по-другому их называют и из угла в угол я также провожу линии чтобы мне потом можно было нарисовать рисунок который я задумала я хочу сделать румб со стороной 12 сантиметров вот я отмечаю из центра по этой линии 12 сантиметров и точно также 12 сантиметров я отмеряю по этой стороне точку вставляю теперь смотрите я ставлю линейку вот параллельно вот этой своей начерченной линии и привожу ее вот к этой точечке смотрю чтобы у меня здесь все было параллельно поближе сделаю чтобы поведение просвечивает зелененькая здесь вот линия я выставляю чтобы у меня она была параллельно и вот из этой точки провожу параллельную линию вот этой моей вот этой вот зеленой которая здесь у меня выставлена по линеечке и отмечаю 12 сантиметров тут у меня получается вот из этой линии с точки и до сюда в эту точку вот у меня получился ромб точно также я рисую все свои остальные ромбики по всем сторонам вот такая у меня в результате получилась звезда до края но где-то вот сантиметра три с половиной у меня не доходит лучи этой звезды и я хочу сказать я все-таки решила еще один такой же квадрат вырезать положить тоже его сюда потому что чтобы мой потрепыш был более растрепанным более густым я складываю свои квадраты сверху кладу который у меня расчерчен снизу вот такой же но не расчерченный и самый низ это у меня вот этот вот зелененький пред скалываю булавочками все три ткани соединяю их между собой и иду на машинку и строчу по всем нарисованным моим линиям полностью по всему рисунку вот все ромбики обвожу я прострочила все свои ромбики с лица не очень видно а вот здесь вот виднее я белыми нитками строчила на изнаночной стороне заметно дальше на расстоянии полтора сантиметра от краев моих ромбов я рисую внутри них еще ромбы не страшно если у меня прям вот неровно я все равно буду стирать и потом выстирается эти все лишние линии главное чтобы внутренние ромбы были ровные вот у меня сантиметр еще пол сантиметра я отмерила и рисую линии и так во всех ромбах в результате вот такая вот у меня получилась картинка и теперь вот эти внутренние ромбы верхние два слоя ткани светлых я буду вырезать а нижнюю зеленую оставлять на месте мы берем вот эту заднюю ткань отделяем от верхних двух слоев и вот на верхних двух слоях делаем надсечку по линии внутреннего ромба аккуратненько чтобы не прорезать нижнюю и потом под ножницами вырезаем вот этот вот верхний ромбик на самом деле все делается прямо это очень быстро и легко самое главное дольше всего расчерчивать всю эту красоту я уже один вырезала здесь и второй и у нас вот это внутренняя ткань сразу становится видна я вырежу все остальные и продолжим вот такая у меня красота получается пока что но сейчас будем делать еще украш дальше я вот так вот прорезаем почти до швов все углы своих ромбов и потом каждый вот этот вот свой кусочек над делаю на отрезы примерно на расстоянии один сантиметр друг от друга тут если помните у меня два слоя ткани оба их я прорезаю и так на всех своих ромбиках вот эти вот уголочки тоже сантиметр примерно так же всюду во всех остальных ромбах все мои ромбики нарезаны и я уже приколола заднюю сторону у меня будет за запахом я уже подшила не тратите ваше время решила потому что я уже это не один раз показывал но это несложно простым подрубочным швом 2 2 кусочка ткани две полоски вот здесь я надставила нашли не хватало маловато было и я еще обратите внимание я у меня здесь лицевая сторона и здесь лицевая сторона я их сложила изнанка к из краев я отмерила по полтора сантиметра всюду и вот по этим линиям буду строчить все прострочила и теперь так же как и вот здесь вот буду на расстоянии друг от друга в сантиметр делать отсечки разрезы здесь уже потруднее потому что больше слоев ткани но тем красивее получится то опять же главное шов не разрезать сделаю вернусь но все все по чикала все у меня можно это все конечно щеткой махарить но самый лучший способ придумала не я я о нем узнала в интернете как и о многом другом самый лучший способ бросить стиральную машинку и постирать чтобы во время стирки это все растрепалось а уже потом если уж прям недостаточно тогда можно уже и щетку подключить к этому делу все постираю высушу и вернусь девчонки посмотрите какая получилась красота я еще вот у меня щеточка такая я еще щеточкой по вычесываю ниточки лишние мне пришлось стирать два раза потому что я первый раз когда постирала обнаружила что я не все прорезала не все не всюду насечки сделала поэтому два раза постирала но из первого раза тоже было примерно так же выглядела но после второго раза стала еще пушистее это вся моя красота ну правда же здорово получилось но просто вот мне очень нравится просто обалденно такая нежная зеленая новогодняя снежинка вот эти мохнатости все еще можно рассчитывать чтобы получилось более пышные можно еще добавлять слоев ткани но мне кажется и так очень хорошо по бокам здесь вот немножечко проглядывает зелененькие ниточки из зеленой ткани по моему очень красиво получилось и не обычно мне нравится если вам тоже нравится ставьте лайк пишите свои комментарии если не подписаны подписывайтесь на мой канал будет еще много интересного и спасибо всем кто досмотрел до конца